ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОРЖЕСТВА Сегодня мы действительно устроили большой праздник. Праздник труда, можно сказать, праздник для пожилых людей. Почему? Ведь люди воевали, люди восстанавливали народное хозяйство, они строили наш замечательный город и много очень сделали для его улучшения. На торжественном мероприятии людей преклонного возраста, но, как показывает жизнь, непреклонного характера, награждали грамотами за активное участие в жизни московского района. Словопризнательности звучали в адрес ветеранов войны и труда, в адрес пожилых, однако в душе таких молодых людей. В списке награжденных Галина Николаевна Бабенко, председатель Совета ветеранов БРГТУ, которая поделилась своим секретом молодости и вдохновения. Постоянно быть нужным кому-то, постоянно. Вот это и вдохновляет, да. И когда мы звоним своим ветеранам, встречаемся с ними, они очень рады, очень довольны, что про них не забывают. Пожилые люди, так же, как и молодые, разные. Среди них есть и сейчас встречается очень много тех людей, которые занимаются своим здоровьем. Вот когда у нас была акция поезд здоровья, мы встречались просто с удивительными людьми. Одна женщина про себя рассказывала. Она ушла на пенсию, стала собой заниматься, сбросила 20 килограмм, у нее восстановилось давление, она перестала ходить к врачам. Она стала здоровой. И таких людей сейчас очень много, и это радует. Сегодня 24% населения города – это пожилые люди. На тысячу работающих приходится 400 человек пенсионного возраста. Учитывая этот факт, нагрузка на социальные службы города увеличивается. В свою очередь, это повод для усовершенствования методов и программ обеспечения достойной жизни людей, которые работали на благо нашего государства. Тем более, что в этом направлении уже многое сделано. Задержек по выплатам пенсии у нас нет. Пенсии люди получают вовремя. Продумана целая система соответствующих действий медицинской службы для того, чтобы люди пожилого возраста тоже могли у нас пользоваться всеми благами медицины. В Беларуси поддержка пожилых людей проводится на правительственном уровне, поэтому золотой возраст открывает новые возможности. Было бы желание и здоровье. Сегодня мы чествуем здесь людей-победителей, которые побеждают себя, побеждают свои привычки и остаются в душе молодыми людьми. Скажу откровенно, что это очень серьезный общественный ресурс, который мы учитываем в деятельности работы администрации Московского района. Их мудрость, профессиональный жизненный опыт дает нам очень многое, в том числе и при принятии управленческих решений по развитию нашего Московского района. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.